МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадуя компании Гомелю, студии и працея Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Новый контракт и новый накерунок супрацовництва. Беларусьнафта, выконная комплекс работ для нафтовой холины Украины. Жильевое питание. Больше, как 1700 шмадетных семья в области все лето станут новоселами. 75 славных годов. Мазырский Державный педагогичный университет имя Ивана Шамякина означал юбилей. А зараза б гэтым иншим, больш подробязна. Работа судейского корпуса и правоохранной системы. Сегодня гэтая питание стали головными подчас встречи президента со старшиней Верховного суда Беларуси. Он в ближайший час пройдет масштабная нарада силовым блокам нашей краины. Тому керавник Державы цикавился меркованием Валентина Сукалы об праце правоохранников у целым и следчего комитета у приватности. Особный акцент президента на недопущальность порушения закона представниками судейского корпуса. Я бы вас очень просил, вы посмотрите внимательно на судейский корпус. Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушения закона судьями. Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают, но тем не менее, когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз и напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительные власти, законодатели, те, которые пишут законы, тут отступлений быть не может. И, конечно же, я часто говорю о справедливости, ну кому как не судейскому корпусу реализовывать эту установку и отвечать на запрос нашего населения. Люди наши особые, они очень чувствительны к этому. Я всегда ссылаюсь на Россию. Там люди, привыкшие ко всяким тенденциям, привыкшие ко всякому, но тем не менее спрос на справедливость в России все время растет. Но я уже не говорю о белорусах, у нас это еще больше. Поэтому судейский корпус – это акмусовая бумажка. И я прошу обратить на это серьезное внимание. Мы об этом еще будем говорить при открытии нового здания, если мы там соберем судейский корпус. А надо, наверное, чтобы они понимали, что государство уделяет большое значение судебной ветви власти. Такую встречу президента с представниками судейского корпуса плануют организовать подчас открытия нового будинка Верховного суда, який находится на супрыть Палаца незалежности. Как рассказал журналистам, Валентин Сукала размова обещает быть щирой. На встречу изберется больше, как 300 удельников. Сегодня старшиня Верховного суда так само поведомил об запланованной амнисты в связи с 75-ти годом вызволения Беларуси. Распрацовать законопроект доручил президент. Учитывая эту юбилейную дату, последняя амнистия у нас была 4 года назад, и глава государства сегодня поручил МВД Верховному суду начать такую разработку проекта законов об амнистии, который, наверное, будет принят к этой юбилейной дате. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть достаточно шире, чем она проходила обычно, и может коснуться лес и отбывающих уже наказаний в плане сокращения сроков лишения свободы. Открытье нового будинка Верховного суда Беларуси заплановано на початок красавика. Зараз идёт апробация компьютерных систем и аппаратно-программного комплексу. Новый будинок целком отповедает сучасным потребованиям, зале обстелеванным активностью відео- и аудиозапису. Абрис Ивонкова обличча, на думку архитекторов, нагадывают ваги Фемиды, богини правосуддя. В ближайший час у Крыгаздобыча и Беларусьнафта подпишут новый контракт, а у соковику беларусские нафтовики почнут цементовать сведровины на территории суседней краины. Контракт будет различен и на полгода. Цементование нафтовых и газовых сведровин – один из самых важных этапов их будовництва. Комплекс работ на керованы на то, и каб забеспечить максимальный термин службы объекта. У работах будет задейничано, коля десятка одинок техники и 25 специалистов. Такие послуги нафтового сервису «Беларусьнафта» выполняют в Украине в першине. После завершения работы по контракте, датчинная компания предприемства «Сервисойл» будет удельничать в тендерах, которые объявляют украинские здобывающие компании. И уже на конкурентной основе протягнет освоивать эту нафтосервисную нишу на украинском рынке. В 2019 году в Беларуси плануется побудовать свыше 10 тысяч квадр для шмадетных семьях. В Гомельской области поставлена задача полепшить жильевые умовы для 1700 семей, которые выховывают троих и более детей. Однако по разликах, личба не кончатковая, и планы могут быть перевыконаны. Об этом поведа милоперший наместник старшини Комитета по архитектуре и будовнецтве Гомельского облаканкама Вольга Кузнецова подчас проведения промой телефонной линии. Подробности в сюжете Евгений Кухаронак. Сегодня в Гомельской области на чердзе на полепшене жильевых умов стоит 5 210 шмадетных семьях. Это в тем лику и те, кто зараз будуе новые квартиры и приватные домы. Как только процесс будет завершен, их снимут с чердзи. Задание на бегущий год допомогшие еще 1700 шмадетным семьям. В текущем году задание доведено в Гомельской области 1704 многодетных семей. Но мы планируем из тех объемов лимитов финансирования, которые есть, это будет 2500 многодетных семей, которые позволят улучшить себе жилищные условия. Непосредственно у Гомеля проживая полторы тысячи шмадетных семей, у яким потребуется больше просторная жилплоща. 900 их будуется, 600 чекают в Чаргите, подыходящего варианту. До прикладу в Советском районе еще на этапе подачи документов пропануют одна и двух покоевые кватеры, однако жадающих не знаходят. Что тычется индивидуального жилевого будовництва, то в Гомельском районе предоставляется земля над территорией 18 сельсоветов. У областным центра две пропановы Романовичи и таунхаусы на улице Бакунина. В настоящее время начинается строительство шести сблокированных таунхаусов по улице Бакунина. Они будут предложены не только многодетным семьям, но и любым гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий для покупки. Также, в принципе, любой гражданин, не только из категории нуждающихся, может обратиться в нашу организацию, имея земельный участок, мы построим ему по его желанию практически любой дом. У нас в настоящее время более 15 планировочных решений на любой вкус. Усяго в планах на 2019 год побудовать в регионе и увезти в эксплуатацию больше, чем 475 тысяч квадратных метров жилевой площади. Евгений Кухаронак, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». До других тем. Навучиться звертаться у службу выротовання, корыстаться вогнетушителем, выбираться спалаючого дома. Центры безопасности в Беларуси набирают популярность. Зараз у «Гомеля» працует только одна такая установа, але худко з'явится новый центр городского значения. Подробязности в наступном сюжете. В жилом покое у сгорания. По мешканню лишенной хвилины напомнилась дымом. Башность амаль нулевая. Внутри 10 детей, которые спробуют найти выход. На счастье у всех это бутафорское. Сирена, дым, замыкание электропроводки – элементы дополненной реальности. Такая полоса пирожков для школьников – наглядный приклад надзвучайной ситуации. У Центра безопасности Гомельской области можно виртуально окунуться в умовы небезпеки и отпрацовать все правила поводина. В суседнем покое так само на практице детей научить набирать номер телефонов службы выротовання и разговаривать с диспетчером. Затым – выкористание вогнетушителя и выротование человеческого життя. У допомогу интерактив, IT-технологий и мультфильмы Центр постоянно адаптуется под пару года и оперативные зводки. Так, в зимовый период упор на правила поводина на льоде и профилактику сезонного травматизма. У Сегор на двух поверхах Центра 13 интерактивных пляцовок. За четыре года иснования их прошли 57 тысяч человек разных взрослых с усею в области. И все же, галлонный ориентир на подрастающее поколение. Очень важно, чтобы, например, если где-то, например, авария, то же самое, или пожар, чтобы позвонить и сказать, что произошло, и рассказать. Каждому надо это знать правила, чтобы защитить себя от опасности и защитить своих близких и родных. Мы постоянно ведем работу по созданию новых площадок, новых обучающих тренажеров, манекенов и так далее. И специально для этого мы выделяем помещение. У нас уже разработан дизайн проекта. И сейчас, естественно, мы занимаемся участием в грантовых программах по поиску инвесторов, которые смогут нам действительно помочь в создании этих интересных тренажеров и площадок. Дарайшик, этот Центр безопасности не когда стал для Беларуси первым в своем роде. Когда эффективность оправдалась себе, подобные установы появились и в других областных центрах. В ближайший час их спис пополнится еще на один пункт. Центр безопасности уже городского значения должен появиться в Гомеле. Марина Ржалая, телерадио-компания «Гомель» при поддержке агентства «Теленовинов». Мазырский державный педагогичный университет. Имя Ивана Шамякина отзначил 75-ти годы с дня заснования. И он был створен в 1944 году как Мазырский наставницкий институт. С тех часов в НУ рыхтует педагогов для всей Гомельщины. На святкование юбилея собралось некольки сотни гостей. Зурочистостей наступный сюжет. Мазырский державный педагогичный университет имя Ивана Шамякина отзначает 75-ти годы. Великая глядельная зала Дома культуры нафтоператпрацовчага завода переполненная. Мноства гостей, выкладшиков, студентов, людей, чье жице так-те инакш звязана с ВНУ. Перш за все узгадалих историю. Агоня светы на Палесе запалился у 1944-м. Научальная установа была заснованная у Апаленым великой Айчинной городе. 240 студентов, 7 кафедров, 27 выкладшиков. У Владимир Дударенко был у лику студентов першого выпуска. Прос шмат годов он пройшел уродную Альма-Матер у якости ректора. Студенты – это жизнь. Студенты – это… Я им говорил еще берегите себя, берегите свое здоровье. А как? Где можно сочкалить? Хорошо, посмеемся. Ну, они понимали меня, я их понимал. Моя жизнь – это студенты. Все время студенты. Я всю жизнь учитель. Зараз, каля трех тысяч студентов, магистрантов и аспирантов научаются на шести факультетах университета. Сарот выпускников и студентов семь призеров олимпийских гульням. В университете научаются 230 замежных студентов с краин далекого и близкого замежа. Подрыхтовку и выпуск специалистов ожицавляют 13 кафедров. Навуковые лаборатории, специализированные кабинеты, центры. Сучасный ритм життя примушая высшейшую научальную установу развиваться динамично. В настоящее время перед университетом поставленной главой государства Министерством образования Республики Беларусь очень важны задачи по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров для учреждения образования, по развитию научной сферы, по вовлечению молодежи в проведение научных исследований. У нас стоят очень серьезные задачи по развитию спортивного движения, ведь известно, что наш университет это прежде всего олимпийский вуз. Очень большая работа ведется по международной деятельности. Помимо того, что у нас заключены десятки договоров с сотрудничеством с организациями и вузами зарубежья, в настоящее время порядка каждого восьмого студента, обучающегося в нашем университете, это будет студент из числа иностранных граждан. У день юбилея со сцены было сказано шмат теплых слов. Гости дарыли кветки, подарунки и обсыпали пожаданиями. Десятки грамот и подзятчных листов разышлися по адресатах за активную новуково-педагогичную деятельность, шматгадовую працу по подрыхтовце педагогичных кадров, особистый уклад у развития ВНУ и у сувязи с 75 годом университета. На сцену подымалися выкладчики, методисты, лаборанты, студенты. Гэты люди робят сучасную историю университета, гадуют новое поколение настауников, от квалификации яких залежит будущая краяна. Лидия Поттер, Олег Фитцнер, телеканал Мазыр, специально для телерадио компании Гомель. Профессионалы и аматеры розного взрослого, те, у чьим жития есть место для творчасти. Больше как 80 человек стали удельниками уникального проекта «Я Мастак, я так бачу», который организовала картинная галерея Гаурила Вашенки. Под обязанностями Володы Ганна Коральчук. Урачи, педагоги, архитекторы, навуковцы, студенты, школьники и пенсионеры. Уникальный проект дает шанс кожному заявить про себя. Для большинства это первая экспозиция, но есть и ты, у кого заплечены персональные выставы. Обмежевания по жанрам и формам мастерства нет. Умова одна. Творь должен соответствовать этическим нормам. В галереи работы мастаков-аматеров заняли место там, где еще недавно висели картины известных творцев. В первый день работы выставы залы галереи пригодили 130 картин и выработок самобытных, разноплановых, как и их створальники. Денькая у дельницы проекта ходит у першекласс, а не которые творцы навык приехали с замяжи на открытие экспозиции. Это моя жизнь, это мое все. Это то, с чего я начинала. Получила я образование в Польше. Графический дизайн, это графика. И, вы знаете, это просто иногда не всегда хватает смелости или, возможно, слов, чтобы пересказать свои мысли и свои ощущения, свои переживания. Поэтому я делаю это с помощью работ, конечно, своих. Я безумно счастлива и рада, что первая моя выставка, это моя первая выставка в Гомеле. Это мой родной город. Подобный проект в Гомеле проходит в Першиню. На его створение директора картины галереи Гаурила Вашченко Людмилу Шамбалеву наткнул в опыт коллег из Минска. Подобная народная выстава в столице уже два года сбирают полные залы наведовольников. Гомельская область так само богатая на таленты, каким есть, что показать. И это не только картина, а еще иконы, ляльки, композиции с пластыка и вышелка. Вначале думали, получится, не получится. Но надо сказать, что все получилось отлично. И знаете, как здорово было для людей, что это и педагоги, это и врачи, это и руководители, и рабочие, и строители, и предприниматели. То есть совершенно разный спектр людей, что дорогого стоит. И надо отметить, что огромный интерес сегодня вызвало у гомельчан. Потому что очень много творческих людей, но не знают о них никто. А мы дали этим проектам возможность сегодня каждому заявить о себе. Поэтому все получилось. Прием работ протягнется до 31-го соковика. Дополняют выставу кожную ранницу. До конца соковика так само проходит голосование за звание любимого народного мастака у социальной сети ВКонтакте. Переможца отримает годовый абонемент на наведование галереи и право на персональную выставу. А кроме того, авторам пропоновали принять уделу доброчинности, подарить свой твор детячему гематологичному отделению, Центра радиационной медицины и экологии человека. Ганна Краильчук, Игорь Марисченко, телерадиокомпания «Гомель». На этом наш выпуск завершен. ГТ, а так само иншие новини вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvergomil.by Усяго вам доброго и до новых зустреч у эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев здравствуйте. Житель Хойников организовал для себя дополнительный заработок, продавая разведенный спирт. Правоохранители были несколько обескуражены, проявленной им дерзостью продажа велась в продуктовом магазине, где мужчина работал продавцом. Информация о том, что в магазине идет незаконная реализация спиртосодержащей продукции, поступила в Хойницкий районный отдел внутренних дел. Милиционеры выехали на место и взяли предприимчивого торговца с поличным. Вначале продавец отрицал факт реализации спиртосодержащей продукции, но затем, когда сотрудники нашли под прилавком бутылки с прозрачной жидкостью, внутри которой находился, скорее всего, спирт, потому что шел очень резкий запах. Продавец сознался в том, что действительно он приобрел данный спирт за территорию Республики Беларусь, после этого привез, разбавил и затем уже реализовал конечным покупателем. Правоохранители изъяли из незаконного оборота 11,5 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в стеклянную и пластиковую посуду. Весь контрафактный товар направили на исследование в Государственный комитет судебных экспертиз. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении продавца к ответственности. Три человека оказались в больнице в результате дорожо-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Гомельском районе. Около 7 вечера 68-летний водитель, выезжая со стороны деревни Залипия, не предоставил преимущества автомобилю, который двигался по главной дороге. На перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля Мерседес не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Ниссан под управлением 31-летнего мужчины. В результате происшествия три пассажира автомобиля Мерседес с травмами были доставлены в больницу. На выходных в области зарегистрировано также несколько случаев наездов на пешеходов. Один из них произошел на улице Фадеева в Гомеле. 31-летний водитель при осуществлении поворота на улицу Ефремова сбил 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на зеленый свет. Мужчина получил телесные повреждения, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой. Короткое замыкание электропроводки могло послужить с причиной возникновения пожара в автомобиле. Припарковав свой БМВ в одном из дворов Костюковки, хозяйка едва успела подняться в квартиру, как через окно увидела, что ее автомобиль горит. Потушить его самостоятельно женщине не удалось и на помощь поспешили спасатели. Они оперативно справились с огнем, не дав ему распространиться на припаркованные рядом машины. В результате происшествия в БМВ повреждены моторный отсек, фара, бампер, капот, огнем уничтоженная электропроводка. На восстановление потребуется немало денег и времени. Во избежание подобных случаев специалисты рекомендуют регулярно следить за техническим состоянием транспортных средств. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гонбольного клуба Гомель провела последним перед отъездом в Испанию домашний поединок чемпионата Беларуси. Подопечные Томожа Чаттера не заметили сопротивления Витебчанки. Первый тайм хозяйки завершили со счетом 17-8 в свою пользу. После перерыва характер игры не изменился. Гомельчанки доминировали на паркете и крупно победили 36-15. По словам Томожа Чаттера на этот матч перед командой никаких особых задач не стояло. Главное не терять игровой тонус. 2 марта на Перенех команда Томожа Чаттера в первом матче четвертьфинала Кубка Вызова ЕГФ встретится с Ракасой. Хорошо тренируется все хорошо. Защита хорошее движение настроение хорошее. То есть самое главное. Не думать там какие сильные соперники если они играют как они умеют я вообще наборился. Ответный поединок состоится 9 марта в Гомеле на паркете дворца игровых видов спорта начала в 18.00. 18-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу еще не завершился уже удивил результативностью в шести матчах было забито 58 голов. Гомельский ВРЗ дома крупно обыграл столичное Динамо БНТУ 8-1. Перестрелка в Светлогорске между ЦКК и Оршанским Витеном завершилась со счетом 9-3 в пользу приезжей команды. Столица на выезде нокаутировала Щучин 13-0. Охрана Динамо и Лицельмаш выдали интереснейшее сражение которое завершилось не в пользу действующего чемпиона. Динамовцы победили 7-5. В столичном дерби дорожник был сильнее территории 5-2. Брест более чем скромно обыграл Гранит 3-2. Борисов 900-й Гродненская УВД Динамо проведут свой поединок 3-го марта. Таблицу чемпионата по-прежнему возглавляют вагоностроители. Лицельмаш уступил вторую строку Витену. Бычея пропускавшая 18-й тур опустилась на пятую строку. Светлогорские ЦКК в шаге от зоны плей-офф на 10-м месте. Спаррингом против Бобруйской Белшины футбольный клуб Гомель завершил первый этап подготовки к новому сезону. Зелено-белые на поле стадиона из Дюшор в 8 областном центре обыграли соперника. Счет на 14-й минуте открыли гости. Вскоре Невалда сравнял цифры на табло. На втором тайме Луцевич и Квашук установили окончательный счет 3-1. Игрой я доволен. В принципе, хорошая двигательная активность нашей задачей. За этот месяц необходимо было привести физическое состояние игроков к единому знаменателю. Дальше на специально подготовительном этапе будем работать больше над деталями, тактикой и так далее. Турецкий сбор начнется 27 февраля и продлится две недели. За это время команда проведет пять спаррингов с представителями чемпионатов Украины, Казахстана и Финляндии. Напомню, что в высшей лиге чемпионата Беларуси Гомель стартует 31 марта матчем против Слуцка. Для гомельского локомотива, выступающего в первой лиге национального чемпионата, официальный сезон начнется уже 9 марта. Железнодорожникам предстоит матч четвертьфинала Кубка страны против Витебска. Сейчас команда ведет подготовку к этому поединку, параллельно укрепляя свои ряды. В числе новичков полузащитники Евгений Калинин и Дмитрий Вашкель, защитник Владимир Старостин и форвард Алексей Савко. В очередной контрольной игре локомотив в Гомеле играл с реческим спутником. Железнодорожники уверенно победили 5-2. Планируем игру с командой дублирующегося состава города в Кагомеле. И 3 марта у нас последняя контрольная игра непосредственно перед игрой с Витебском это энергетик. Тренируются ребята хорошо, то есть претензий никому нету, а в остальном наверное все-таки основной критерий это наверное игра. Игра и покажет как мы готовы к этой баталии. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok Савин. 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 Савин.